МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В МВД почтили память погибших сотрудников, подвели итоги и обсудили реформы. И яблоневая аллея как символ связи поколений. Президент Вадим Красносельский встретился с уполномоченным по правам человека в Приднестровье. Вячеслав Косинский проинформировал главу государства о том, что за 9 месяцев в аппарат омбудсмена обратились около 500 человек. В основном государственные и муниципальные служащие, а также пенсионеры за восстановлением своих личных, гражданских и политических прав. 63 обращения признаны обоснованными. Вячеслав Косинский рассказал президенту о том, что два раза в неделю проводит личный прием граждан. Представительства омбудсмена работают в Террасполе и Рыбнице. В ближайшее время планируется открыть отделение в Дубосарах. Наивысшая ценность в Приднестровье – это, конечно, человек. Человек и его права, это однозначно. Поэтому, конечно, ваша служба, вы лично свою профессионализм, свою энергию должны направлять именно в руслоуслубление прав человека в Приднестровье. В различных сферах. Как в сфере общественной жизни, так в деятельности тех или иных организаций. Может быть, потребуется изменение законодательства, может быть, изменение нормативной базы. Тоже здесь стесняться не надо. Если те или иные нормативные документы нарушают даже коственные права человека, в принципе, надо их поправить. Вячеслав Косинский сообщил об итогах встречи с уполномоченным по правам человека в Российской Федерации. Татьяна Москалькова выразила приднестровским коллегам благодарность за работу по защите прав российских граждан, проживающих в нашей республике. Омбудсмены двух государств договорились о взаимном обмене информацией. Качество питания в медучреждениях республики – центральная тема рабочего совещания главы государства с министром здравоохранения. Обсудили также и возможность оказания медицинской помощи в сельской местности. Качеству питания в медучреждениях в предыдущие годы уделяли недостаточно внимания, констатировал Андрей Гуранда. Сегодня меню в приднестровских больницах под контролем специалистов. Предпринятые Минздравом меры привели к положительным результатам. Мясные продукты есть в каждой больнице, молочные продукты есть в каждой больнице. И до конца года все больницы обеспечены запасами продуктов питания. А сейчас готовится проведение республиканских тендеров по овощам, и мы получим запас продуктов и на начало следующего года. Ну и на контроле у министерства здравоохранения качество питания. Потому что, как выяснилось, можно, имея продукты, не получить качество. На состояние помещений Рыбницкой центральной больницы внимание Вадима Красносельского обратили телезрители во время эфира с президентом на Первом Приднестровском. Сегодня в медучреждении проводятся работы по благоустройству и разрабатывается план ремонта. Обсудили также развитие системы фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности. В некоторых селах ФАПы уже восстановлены и обслуживают население. Вопрос ФАПов всегда был актуальным для сельской местности. Не каждый пенсионер, не каждый труженик села может выехать в город, скажем так, с заказанием медицинской помощи. Глава государства поручил Министерству здравоохранения разработать программу развития сети ФАПов по всей республике. Для ее реализации планируется привлекать различные источники финансирования, в том числе и средства предпринимателей. Это станет хорошим примером социальной ответственности бизнеса, отметил президент. Оксана Стопа, Алена Кругленко, Первый Приднестровский телеканал. Глава государства провел рабочую встречу с депутатами, представляющими в Верховном Совете Бендеры. У города благодаря богатой истории хороший туристический потенциал. Президент рассказал депутатам о встрече с главой Российского федерального агентства по туризму Олегом Сафоновым, в ходе которой обсуждалась возможность организации туров в Приднестровье. Говорили и о проблемах города и вариантах их решения. Нет стратегического видения дальнейшего развития города, как в социальной инфраструктуре, так и в экономической. В этом плане, мне кажется, что необходимо при центре стратегического развития создать градостроительный дел, который бы объединил развитие наших муниципальных образований по всей республике в едином ключе в связке с экономическим блоком. В ходе диалога обсудили ужесточение контроля над тем, куда тратятся деньги, поступившие от населения в сферу ЖКХ. Говорили о перспективах развития сферы общественного транспорта, а также о необходимости дальнейшего озеленения города. Часть этой работы в качестве обременения может быть возложена на предпринимателей. Традиционное возложение прошло накануне Дня милиции. В марте 1991-го Верховный Совет, тогда еще ПМССР, утвердил структуру правительства. В его состав вошло и Управление внутренних дел. С сентября по декабрь того же года в городах и районах республики формировались местные правоохранительные органы, которые в 1992-м первыми приняли на себя вооруженную агрессию Молдовы. Память сотрудников, погибших при исполнении служебного долга, сегодня почтили в Министерстве внутренних дел. С минуты молчания в память о тех, кто ценой жизни, отстоял мир и порядок в нашем Отечестве, началось и торжественное собрание, посвященное 100-летию советской милиции и 26-й годовщине со дня образования органов внутренних дел Приднестровья. О профессионализме наших правоохранителей почти не говорили, сославшись на вполне красноречивые данные статистики. Раскрываемость преступлений в республике достигла 90%. Только в этом году правоохранители привлекли к ответственности виновников 49 угонов автомобилей, 94 грабежей и свыше 700 краж. Безнаказанных не осталось и в категории «особо тяжкие преступления». Здесь раскрываемость превысила 95%. За высокий профессионализм и верность служебному долгу те, кто остается на страже общественного порядка, сегодня удостоились ведомственных наград и очередных специальных званий. Среди них и Евгений Мельник. Несет службу уже более 15 лет. С этого дня он уже не майор милиции, а подполковник. Это настоящая мужественная работа, которая требует от мужчины всех его качеств, истинных, мужских. Это стойкость, это терпение, это мужество, это умение преодолевать свои страх, боль, наступить на горло своим слабостям и выполнять поставленные перед тобой задачи. Равнение насильных духом и телом сегодня держит все ведомство. По словам министра, это первоочередная задача инициированных им реформ. Нам нужна качественная милиция, высокообразованная, спортивная, обученная. Никакого не секрет, что порядка 30% служащих в милиции преступников никогда в глаза не видели и не знают, что такое охрана общественного порядка. За ними не закреплено табельное оружие огнестрельное. Такие милиционеры нам не нужны. Это будут гражданские люди, которые будут выполнять функциональные обязанности, свои в милиции. Но форму носить не будут. Речь не о сокращении штатной численности приднестровских правоохранителей, подчеркнул Руслан Мова, а лишь о перераспределении должностных прав и обязанностей. Отныне часть мундира нужно будет не только защищать, но и доказывать свое соответствие ему, а также положению о прохождении службы в Министерстве внутренних дел ПМР. У нас очень много есть хороших примеров, когда сотрудники, набрав больше 120 килограммов на сегодняшний день, за 3-4 месяца сбросили порядка 30-35 килограммов. Люди хотят, они мотивированы. И физическая, боевая подготовка, служебная подготовка является одним из основных критериев оценки их деятельности при заключении контрактов. Если вы хотите служить в милиции, делайте все для того, чтобы соответствовать. Отличники боевой, служебной и физической подготовки, сообщил министр, в Новый год войдут в новой служебной форме. Приднестровские модельеры уже подготовили экспериментальные образцы на основе российских. Главное новшество ожидает прекрасную половину милиции. Взамен кителей и рубашек на охрану общественного порядка они теперь выйдут в элегантных платьях. Новую форму продемонстрируют уже 10 ноября, в День милиции. Ольга Канцуль, Егор Бекерский, Первый Приднестровский телеканал. В Тираспольском юридическом институте уже проходили встречи с бойцами ОГРВ и воинами-афганцами. Очередная с ветеранами МВД. Они пришли к курсантам и студентам ТЮИ в преддверии Дня милиции, чтобы рассказать, чем опасна, трудна и вместе с тем интересна профессия милиционера. Подробнее в сюжете Ольги Гавриловой. Как повлияла профессия на характер, как работает в милиции с женщинами, какое оно современное Министерство внутренних дел и что бы хотелось изменить в нем. На вопросы курсантов и студентов Тираспольского юридического института сегодня отвечали ветераны милиции. Бывших руководителей внутренних дел пригласили в ЦЮИ накануне профессионального праздника. Мы хотели провести встречу с ветеранами Министерства внутренних дел, чтобы наши первокурсники и курсанты, и студенты ознакомились с историей преднестровской милиции, с историей этого праздника профессионального. И прежде всего в такой обстановке камерной пообщались с нашими ветеранами, с людьми, у которых есть большой опыт. Это сейчас они уже бывалые. И службу в МВД считают делом всей своей жизни. Но, признаются, все могло сложиться иначе. Иван Фучиджи, к примеру, и вовсе мечтал стать учителем. Вот, начиная с 1969 года, и по 1997 год я служил в органах внутренних дел. Второе везение, что я пришел на работу, когда Министерство внутренних дел СССР очень бурно развивалось. Гости пробыли в институте около двух часов. Тех, кому только предстоит работать в милиции, интересовали все тонкости профессии. Да, нужны такие, конечно, встречи, потому что на их примере хочется, ну, веришь, начинаешь верить в себя, и хочешь думать, что у тебя может сложиться все точно так же, даже и лучше. К 100-летию советской милиции и 26-летию Приднестровской в ТЮИ запланировано еще множество мероприятий. Сотрудники института обязательно примут участие и в торжествах по случаю Дня милиции, 10 ноября. Ольга Гаврилова и Николай Беркиншток, Первый Приднестровский телеканал. Сотрудники Дубасарского РОВД, как и правоохранители всей республики, отмечают столетие образования советской и 26-летия Приднестровской милиции. Сама праздничная дата послезавтра, 10 ноября, но торжественные мероприятия проходят уже сегодня. Лучшим милиционерам вручают почетные грамоты. Выпускники юридического института, пополнившие ряды райотдела, принимают присягу. Праздничные мероприятия начались с торжественного построения личного состава. Отсутствовали в строю только те, кто сегодня на боевом посту. Личный состав Дубасарского РОВД, 6-летие годовщины образования советской милиции, 26-летие образования Приднестровской милиции построен. Поздравляю вас со 100-летним юбилеем со дня образования советской милиции и 26-й годовщины со дня образования милиции Приднестровской Молдавской Республики. Ура! 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 Поздравить дубасарских милиционеров со знаменательными датами прибыли представители руководства города и республики, ветераны органов внутренних дел, общественность. Для всех нас это памятная, волнующая дата. Много вижу тут людей, которые присутствовали еще в 91-м году, когда были самые сложные времена для дубасарцев, когда сотрудники дубасарской милиции переходили под юрисдикцию Приднестровья. Хочется поздравить вас от всего состава Верховного Совета Приднестровья. Я хочу пожелать вам счастья, здоровья, благополучия. Когда становилась на ноги советская милиция, в стране шла гражданская война. Парад суверенитетов, создание молодой республики, а затем вооруженный конфликт на Днестре привели к рождению правоохранительной системы Приднестровья. 25 сентября 1991 года 48 сотрудников РОВД вышли из состава полиции и перешли на сторону приднестровского народа. Этот костяк создавал органы правопорядка в городе фактически с нуля. Несмотря на тяжести, на погоды, сотрудники милиции стараются выполнять с честью, с достоинством. Постали перед ними задачи. В такой день нельзя напоминать погибших сотрудников. При исполнении служебных обязанностей погибли 4 сотрудника. Память о них увековечили в граните. Сегодня к монументу возложили цветы, а затем молодые сотрудники приняли присягу. Клянусь народу Приднестровской Молдавской Республики добросовестно выполнять все возложенные на меня обязанности. Я считаю это честью, хранять правопорядок и помогать людям в разрешении вопросов. Буду стараться я соответствовать данной присяге, не отклоняться от нее, не нарушать ее уставов. Добросовестно, а главное самое качественное, выполнять свои служебные обязанности. Дубосарский отдел внутренних дел сегодня это укомплектованное, хорошо оснащенное и боеспособное подразделение МВД. По случаю профессионального праздника ряд милиционеров получили очередные звания, нагрудные знаки и медали. Сюзанна Авакян, Анжела Каранчук и Семен Баланко. Первый Приднестровский телеканал. Мероприятия, посвященные столетию советской милиции и 26-й годовщине образования милиции Приднестровья, продолжаются. Во дворе управления по вопросам миграции высадили сотню яблоневых деревьев. Подробности в нашем сюжете. Яблоневая аллея как символ неразрывной связи поколений. Ее заложили в честь тех, кто внес свой вклад в развитие государства, кто служил Родине и кому это только предстоит. Высадить деревья выпала честь руководителям различных подразделений, ветеранам МВД, родным и близким погибших, принесении миграционной службы. Поздравить присутствующих приехал глава Министерства внутренних дел Руслан Мова. Меняются поколения, уходят и приходят новые сотрудники органов внутренних дел. Яблони будут расти. И яблони будут расти во имя и в честь. Среди тех, кто закладывал яблоневую аллею, Владимир Вершков. Его сын погиб в 2009-м под Новосоветским, выезжая на дежурство. И мне очень приятно, что помнят в коллективе моего сына. И я рад этому. Связь поколений в действии. Высаживать яблони ветеранам помогали молодые сотрудники. Заслужить доверие граждан и удержать его на высоком уровне можно только ответственным отношением к делу, говорят милиционеры. Сегодня отличившихся сотрудников отметили наградами. Он глядел веселыми глазами на поля, на дальнюю мизу. И подумал, дай-ка я на память яблони здесь у дороги посажу. Они вспомнят экая досада, я об этом вовсе не тужу. Не хотят, не вспоминай, не надо. Все равно здесь яблоню я посажу. Каждый привязал к своему дереву ленточку и загадал желания. И все они о тишине на границах, о мире в семье и на всей земле. О здоровье близких. Ирина Жекова, Алена Кругленко, Андрей Макаренко. Первый Приднестровский телеканал. В Рыбницком молодежном центре прошел круглый стол, посвященный столетию Октябрьской революции. В дискуссии участвовал и главный специалист представительства Россотрудничества Сергей Скворцов. Что повлекла за собой революция и почему большевикам так и не удалось воплотить свои идеи в жизнь. О событии вековой давности до сих пор ведутся оживленные споры. Но неопровержимо одно. Октябрь 1917-го повлиял на ход истории не только России, но и всего мира. Участники круглого стола пришли к единому мнению, что уроки прошлого нужно брать на вооружение. Впрочем, в Приднестровье свою историю помнят и, в отличие от многих постсоветских стран, с памятниками не борются. Я хочу сказать о Приднестровье только хорошие слова в этом плане, потому что здесь же сохраняются не только памятники, посвященные октябрьским событиям. Здесь есть памятники и русско-турецких войн, и Первой мировой, и Великой Отечественной войны. В этом плане, мне кажется, что руководство республики проводит очень правильную политику, потому что историю нужно помнить всегда. Мероприятия к столетию Октябрьской революции прошли и в селах района. День рождения как повод подвести итоги работы. Ровно год назад в Приднестровье появилось волонтерское движение «Поможем вместе». Организация занимается социальной помощью нуждающимся. За этот год волонтеры помогли не одному десятку приднестровских семей. О благотворительности в Приднестровье говорили сегодня в ходе круглого стола в Госуниверситете. Подробности у Сюзанны Вакян. Люди в белых майках с надписью «Поможем вместе». Они весь год организовывали благотворительные мероприятия и праздники, собирали деньги и продукты. Как итог, более 50 семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, нашли здесь помощь. Один из таких примеров – шестилетняя Таисия Задорожнюк. Девочка нуждалась в операции головного мозга, деньги собирали всей республикой. Сейчас Таисия чувствует себя хорошо, и даже детский сад, который еще совсем недавно был под запретом, скоро станет реальностью. Обращаются очень часто, и, честно говоря, нам приходится ставить в очередь ожидания людей, нуждающихся. Когда мы закончим с одними подопечными, мы переходим сразу к другим. Люди у нас очень отзывчивые, приднестровцы, они очень часто откликаются. Всегда не было такого случая, когда просто прошел крик о помощи бесследный и без отклика. Всегда откликаются, и не было случая, что мы взялись и не помогли. Круглый стол – не только площадка для подведения итогов, но и повод обсудить проблемы и наметить планы. Так, к примеру, в ходе обсуждения высказали предложение за работой таких благотворительных организаций вести общественный контроль. Речь идет именно о таких публичных сборах. То, что организация получает через гранты, через все, она так пропускает через комиссию по гуманитарной помощи. Есть порядок, туда никто не имеет права вмешиваться. Речь идет о добровольном участии, о добровольном согласии, о добровольном и общем контроле. Каким он должен быть и должен ли быть вообще, еще раз повторюсь, решать вам. Главная цель благотворительных организаций – популяризация. И здесь важно привлекать известных в республике людей, отметили участники Круглого стола. Сюзанна Авакян, Николай Беркиншток, Первый Приднестровский телеканал. Союз защиты прав ветеранов милиции Террасполя и Слободейского района провел первое официальное собрание. На нем решали организационные вопросы и поздравляли с наступающим профессиональным праздником. Подробности у Ирины Жаковой. Первое собрание. Присутствуют почти все члены Союза. Всего их 100 человек. На сцене руководители рассказывают, как же будет работать организация. Идея по примеру других организаций, таких как Бендера, создать такую организацию, которая не будет забывать своих коллег. Игорь Ярошенко – самоактивный участник обсуждения. Он стоял у истоков создания Приднестровской милиции в нелегкие 90-е. Тернистый путь был такой. Не самые плохие ушли. И мы остались в половинчатом составе. И как вот обеспечить безопасность нашего города. А это мы все-таки делали. Нам помогли рабочие отряды РОСМ. Тогда был создан. И они пополнили наши ряды, но пока в таком качестве, еще в гражданском. Потом они перешли для работы уже в кадровом составе. И по сей день Игорь Ярошенко работает в системе МВД. Обучает молодое поколение сотрудников ТЮИ. Основателей и защитников ветеранов и преподавателей объединил новообразованный союз. Я хочу сказать, что идея-то очень хорошая. Потому что она нам поможет в будущем помогать той категории людей, ветеранов, которые уже, собственно говоря, грубо говоря, отработавшие по 30-40 лет в системе, они остаются одни. Дети разлетаются, внуки уходят, а дедушки, бабушки, ветераны, они остаются. Но есть подрастающие ветераны. Мы вроде как бы ветераны, достаточно еще молодые. Мы готовы помочь. Закончилась встреча музыкальным подарком. В зале пели и танцевали воспитанники и сотрудники Дома народных традиций и ремесел. Они поздравили ветеранов с наступающим Днем милиции. Ирина Жекова, Алексей Двоенкин. Первый Приднестровский телеканал. От роли общественных организаций до одаренных детей. Далее рубрика «События коротко», в которой за несколько минут мы расскажем о других заметных новостях республики. Мне бы хотелось обратить внимание на работников пеницитарных учреждений. Их труд сопряжен с большим психоэмоциональным напряжением. В России имеется положение, при котором часть сотрудников психологических лабораторий работает с заключенными. Другая часть работает с персоналом. С тем, чтобы предотвратить эмоциональное выгорание. Дальше. Личностную деформацию. Профессиональную деформацию. Роль общественных организаций в жизни несовершеннолетних осужденных важна. Так считают организаторы круглого стола. Юридический факультет госуниверситета. Ищут эффективный способ перевоспитания детей и подростков. Нужна большая социализация или, например, приемы у семейного терапевта. Среди участников круглого стола представители профильных министерств и ведомств, кафедры психологии и социологии, духовенства, казачества. Идеи и разработки планируют направить на рассмотрение в Верховный совет. Сезон спортивно-бальных танцев открыт. Отточенные движения, мастерство и артистичность. На паркете Дворца детского и юношеского творчества продемонстрировали участники клубов «Реверанс», «Экспрессия», студии «Танцев плюс», мастера, а также любители кому за 30, 40 и даже 60. Клуб «Реверанс» хозяева паркета соревновались с гостями из Кишинева и Бельц. Судейский состав, приднестровские эксперты, гости из Молдовы и Украины. Дух здоровой конкуренции несколько часов держал в напряжении зрителей, которые, в свою очередь, не скупились на поддержку. Благодаря тому, что с нами работает университет, дети могут повысить свои знания научные с помощью 3D-принтера и в дизайне. К нам приходят программисты, работают тоже, обучают наших детей умению программировать эти 3D-фигуры и делать замечательные 3D-проекты, с которыми наши дети потом выступают уже на конференциях. В Рыбницком теоретическом лицее стартовала первая пилотная смена Центра «Одаренные дети». Ее открытие приурочили к Международной неделе науки и мира. В Центре занимаются самые талантливые ученики городских и районных школ. Эти ребята вышли далеко за рамки школьной программы. Кроме того, с нынешнего года с «Одаренными школьниками» начали работать и преподаватели Рыбницкого филиала ПГУ. Все ученики Центра «Одаренные дети» получат сертификаты участников пилотной смены. Конкурс «Эссе. Россия и Приднестровье. Народ. История. Культура». Для Приднестровского исторического общества это одно из первых мероприятий республиканского масштаба. В Госуниверситете наградили участников и призеров. Студенты, магистранты и школьники. Около 30 участников со всего Приднестровья рассуждали о культуре, искусстве, религии и миротворцах. Изучали биографии исторических личностей России и Приднестровья. Конкурс «Эссе» приурочили ко Дню народного единства. Важен и такой аспект, как патриотическое воспитание. В уставе нашего общества так и записано – патриотическое воспитание. И те, кто сегодня здесь собрались, безусловно, сделали уже свой первый шаг в этом направлении. Потому что та тема, которая была избрана для исторического эссе, она очень актуальна для нас. И все вы здесь собравшиеся, так или иначе, тоже, наверное, свой маленький, маленький кирпичик в это здание единства с Российской Федерацией сегодня положили. И это очень важно. Победители получили книгу о войне в Приднестровье и сертификаты. Анатолий – восьмиклассник. В жанре эссе пробует себя впервые. Для конкурса «Молодой человек» выбрал тему «Великой Отечественной войны сквозь призму своей семьи», а также «Бендерскую трагедию». Бендерская трагедия – это как бы тоже, во-первых, единство России и Приднестровье. Россия помогла тогда Бендерам. И цель, чтобы у нас был мир на нашей земле. И сейчас она также помогает нам. И мы живем под мирным небом благодаря России. Сертификаты дают участникам преимущество при поступлении на гуманитарные специальности. В конкурсе выделили две номинации – для студентов и магистрантов и для школьников. Комиссия отметила высокий уровень подготовки работ. Молодежь справилась. Видно, что ребята не безразличны к тематике, которая была предложена. Они подошли ответственно к этому вопросу. Работы были очень серьезные. Работы студентов и магистрантов уже, да и некоторых школьников уже претендовали даже на научные работы. То есть там уже были элементы изыскательской работы. Конкурс-эссе – первый проект Приднестровского исторического общества. В планах конференции, круглые столы и участие в мероприятиях городского и республиканского масштаба. Ольга Голованова, Павел Божонко. Первый Приднестровский телеканал. В Тираспольском объединенном музее открылась уникальная выставка. Представлены редкие фотографии, документы и знаки советской эпохи. Ценители говорят, увидеть такие предметы – большое везение. Хранятся оригинальные экспонаты, преимущественно в частных коллекциях. Ирина Полесика продолжит тему. Мы открываем выставку «Тирасполь. Советские знаки времени». Тема выставки навеяна сразу двумя историческими датами – столетие революции и день рождения комсомола. Потому среди экспонатов, большая часть которых из частной коллекции, сотни значков, фотографии, документы и даже пионерский галстук. Я родилась, еще был Советский Союз. Когда посвящают в октябре, а затем в пионеры и далее в комсомол, я все это прошла. И вот это когда я поняла, что нужно обязательно поместить в витрину и пионерский галстук, для меня это было особо, знаете, какая-то такая теплота, не знаю, даже какая-то радость, что я могу это показать людям. Под стеклом музейной витрины и фотокарточки 1967 года. На них запечатлели закладку капсулы в Тирасполе – табличку. Кстати, оригиналы, которые недавно извлекли из трибуны, тоже здесь. Рядом в стройными рядами стоят пионеры, ну и яркая россыпь значков. Слова труду, ударник, есть и такие с портретом Ленина. Прежде всего, это была награда за труд людей. Например, есть награды, которыми отмечался труд, ударный труд, значит, молодые гвардейцы пятилетки. Этот знак был в трех степеней. Первый, второй, третий. Были еще награды за трудовую доблесть. Активную работу рассказывает фалерист. В свое время он сам был комсомольцем. В 1976-м его удостоили престижной тогда премии. Награждали в Кремле. Что такое комсомол, современная молодежь представляет смутно. Но экспозиции заинтересовались. Было очень интересно в детстве это смотреть, читать, что на них написано. Мне кажется, это очень важно, чтобы мы знали, что было раньше. Действительно, правду знали. В следующем году выставку хотят расширить и посвятить другой памятной дате – столетнему юбилею комсомола. Ирина Полесико, Александр Чубан, Первый Приднестровский. Мы рассказали вам о главных событиях дня. Все материалы есть на сайте нашего телеканала и в социальных сетях. А сразу после рекламы о погоде на завтра. Уют в итальянском стиле. Французский Прованс или роскошь по-английски. Я всегда выбираю лучшее, особенно если это касается моего дома. Роскошный диван для гостей. Обеденный стол и стулья для всей семьи. Спальня для любимой жены. Все должно быть по высшему разряду. Я выбираю Вавилон. Мебель с моим характером. Тирасполь, улица Каховская, 11-1. Мебельный салон Вавилон. Кафе Криково. Теперь еще просторнее и уютнее. Здесь можно отдохнуть небольшой компанией или провести праздничное торжество на 100 гостей. Отдельные вип-кабины для любителей приватной обстановки. Интерьер с национальным колоритом и традиционный вынос блюд для приятных воспоминаний. В кафе Криково вас ждут только положительные эмоции. Живая музыка создаст неповторимую атмосферу праздника. А на уютной террасе можно отлично проводить время и летом, и зимой. К услугам всех посетителей кафе оборудована новая удобная парковка. Кафе Криково. Вкусно, весело, комфортно в национальном колорите. Хочешь свой автомобиль? Легко! Автомобиль в рассрочку от Эксимбанка и компании Авторед с фиксированной стоимостью в рублях ПМР. Без привязки к доллару США, без страховки КАСКО, без справки о заработной плате, сроком до трех лет. Ждем вас в городе Рыбница, улица Кирова, 163. Подробная информация по телефону 035-329-75 и 037-16-417. Рассрочка от Эксимбанка и компании Авторед. Нам с вами по пути! Вкус традиционных вареников рождается здесь. Натуральные ингредиенты, заботливо созданные домашние рецепты и, конечно, ручная лепка. Сочетание новейшего оборудования и старинных традиций позволяют нам донести до каждого покупателя потрясающий и незабываемый вкус домашних вареников Берекет. Вареники Берекет. В сети супермаркетов «Шериф». 9 ноября в Москве пасмурно, ночью минус 2, днем плюс 3. В Киеве пасмурно, ночью плюс 6 и днем плюс 7. В Кишиневе небольшой дождь, ночью плюс 7 и днем плюс 11. В нашей республике, по сообщению гидрометцентра, ожидается облачная погода, местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный 5-8 метров в секунду. Температура воздуха по северу ночью плюс 3, плюс 5, днем плюс 7, плюс 9. Температура воздуха по югу республики ночью плюс 4, плюс 6, днем плюс 8, плюс 10. Атмосферное давление выше нормы. В последующие сутки ожидается погода без существенных осадков. Температура воздуха существенно не изменится. Спонсор прогноза погоды – сеть магазинов бытовой техники и мебели «ХайТек». Это была последняя информация выпуска. Только хороших вам новостей. До встречи на Первом Приднестровском. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова